Алло. Алло. Алло, все здорово. Ты не волнуйся ничего, не переживай сильно. Все нормально, короче. Командиры нас предали, короче. Из отряда еще никого не осталось. Мы, короче, заехали на Украину. Они сказали, что там уже будет, ну, в смысле, на Киев наступать. Нас там разбомбили с гранатометов. Четыре машины всего было, то есть там половина отряда полегло, большие потери понесли. Я сейчас в плену в Украине, в Киеве нахожусь. Чудом выжил, что там рваная рана над глазом только осталась от гранатомета. Ну, я не знаю, надо дозвониться до наших командиров, кто там остался, чтобы они дальше уже куда-то звонили генералам и тому подобное, чтобы вот эти все потери, все вот эти убийства прекратили уже. Потому что вот мы вдвоем вот в плену, остальные, ну, половина отряда уже все, не знаем даже где, половина двухсотых. Надо позвонить тут за командиром, на родне также позвонить, сказать, чтобы они тоже подключали там, я не знаю, митинги-немитки, возможно, все сделать, чтобы прекратили огонь наступления бомбардировки. Потому что я сейчас в Киеве нахожусь, нас бомбят и, то есть, и меня тоже могут здесь разбомбить. Ну, я взял вот позвонить. В дальнейшем, да, можно сюда набрать. Ну, видишь, у нас командиры телефоны все собрали, то есть, ничего, вообще нет ни связи, ничего, но командование предало нас и бросило. То есть, вот мы вдвоем, прикинь, ну, никого, никто не шевелится, вот мы одни остались вдвоем. Командир мой и я, все, остальные, кто старше, были нашего. Остальные все куда-то разбежались, половина двухсотых. Ну, как бы, тут ко мне хорошо относятся, как бы, братья-соратники, украинцы, что там, воды попьют, там, туда-сюда, сникерсы дадут покушать. Ну, просто уже там столько войск погибло, и наших, и с их стороны. Ну, и это ни за что вообще, деремся, за что, на чужой земле сейчас умирать, для чего? Ну, там это, в интернете, найди ОМОН город Новокузнецк, там будет номер нашего командира Павловский Сергей Васильевич. Наберешь ему и все объяснишь, потому что, ну, кого это, куда годно-то уже. Скажи, чтобы они прекращали огонь, отводили войска. Ну? Я могу, наверное, передать. Этот номер? Да. Да, да, можешь, конечно. Потому что из наших командиров, там, наверное, уже никто не остался на двухсотых, а остальные все поуезжали, куда-то побежали. И вот мы вдвоем остались. Зам взвода и я. Вот мы сейчас на Украине, в Киеве находимся, в плену. Там это, завтра с утра маме тоже набери, пускай она там тоже обзвонит, чтобы эту шумиху подняли, чтобы побольше было людей, СМИ в это все вносилось. Чтоб до людей быстрее дошло все, что надо прекращать, это все. Тут все облудить, да? Да это пиздец какой-то, вообще просто так обкидали, блядь, командира. Ебать, ебать. Ну, у тебя все нормально? Да, 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 все нормально. Вон, сейчас это с братьями украинцами посидели, чай попили со Сникерсом. А вы ходите у кого? А? У кого ходите? В Киеве подразделение какое-то. Ну, то есть не военные? Не-не-не, не военные. Ну, типа. Ну. Ну, а там что говорят? Да ничего, тут вон каждую ночь бомбежки слышишь, что наши наступают, громят все. То есть в наших полигло там уже три с лишним тысячи, и они до сих пор вот наступают, самолеты все запускают. Как бы тут с местными-то разговаривал, они войны-то вообще не хотели, то есть на сами русские там начали президента подачу бомбить все. То есть им... Да, подожди, я хочу успокоиться. А? Алло. Да-да-да, я. Привет, я так рада. Привет. Да, все хорошо? Да-да, все нормально, не переживай. Ты когда домой? Ну, как закончится здесь все, беспорядки вот эти все, увы, да. Ты как точно все хорошо? Да-да-да, все отлично. Отлично. Да-да, я тебя тоже. Да-да. Да, Лё. Алло. 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 Алло.